ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалом, Едидим! Едидим — это возлюбленная на иврите. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, дорогая, мы продолжим разбирать первую книгу царств, а именно «Жизнь Анны». В жизни Анны было непростое время, потому что она отчаянно хотела забеременеть, но не могла. Но мы знаем, что в конце истории Господь открыл ее утробу. Но что мне нравится в Анне, что в этой ситуации она не винила дьявола и не считала, что она жертва обстоятельства. Она сразу же обратилась к Господу. Она смотрела на Господа, как на того, кто закрыл ее утробу, и кто может ее открыть. Я думаю, что и церкви тоже нужно изменить свой взгляд на Бога, чтобы мы принимали от Него не только хорошее, но и понимали, что иногда Он может использовать для своих целей и трудностей разные тяжелые обстоятельства. Синтия, дорогая, скажи, что ты думаешь об этой мысли? Хорошо, что ты заговорил о жертвах, потому что в современном мире мы так часто слышим «Я жертва поведения или отношения того или иного человека». И иногда мы можем думать, «Господь, почему Ты такое допускаешь?» Но у Анны было чистое сердце. И она считала себя не жертвой, а сосудом в Божьих руках, который Он формирует в хороших и плохих обстоятельствах. И нам тоже нужно быть такими. Шалом у вороха, мира и благословения вам! Сегодня мы продолжаем серию программ на основании первой книги царств, которую я назвал «Песня Анны». На иврите это будет «Песня Ханны». Мы сняли уже много эпизодов из этой серии, поэтому я не могу повторить все, что мы изучали. Сезон первый уже завершен, и сейчас начался второй сезон. И это вторая серия второго сезона. Так давайте быстро повторим пройденный материал. Итак, мы разбираем ту часть первой книги Самуила, где говорится о том, что Анна или Ханна не могла забеременеться. Она пошла в храм и начала там молиться Господу. Священник Ильи увидел, как она молилась, и вначале он решил, что она пьяная, но когда он понял, что она горюет, то согласился с ней в молитве, что Бог откроет ее утробу. Через несколько месяцев Бог открыл ее утробу, и она родила мальчика по имени Самуил, который стал одним из величайших пророков Израиля. И мы дошли до того момента в истории, когда Анна привела своего сына в Дом Божий. Его недавно отлучили от груди. Она привела Самуила к священнику Илью, и вместе они посвятили мальчика Господу, чтобы он жил для него всю свою жизнь. Я уже говорил в прошлый раз, а вот откуда в христианстве появилась тенденция благословения детей. После этого посвящения Анна начала молитву или песню, которая записана во второй главе. Как я уже говорил, мы разбираем эту тему несколько недель, и из уважения к тем, кто смотрел нас все это время, я не буду повторять все то, что было в прошлых выпусках. Продолжим с того места, на котором я остановился на прошлой неделе. Мы остановились на шестом стихе, где сказано, «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Я говорил о том, что нам нужно расширить свое понимание Божьих путей и научиться смотреть на все обстоятельства в своей жизни. Хорошие и плохие, как на те, к которым Бог имеет непосредственное отношение. Мы привыкли думать, что хорошее в нашей жизни от Господа, а плохое от дьявола. И эти две стороны никогда не пересекаются. Но Анна видела все иначе. Она сказала, «Господь умерщвляет и оживляет». То есть, она делает Бога ответственным за хорошее и за плохое. Далее она говорит, «Низводит в преисподнюю и возводит». Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. То есть, Анна говорит, что и взлеты, и падения от Господа. Господь определяет, кто будет богатым, а кто бедным. Она говорит, «Господь делает нищим и обогащает». Он унижает и возвышает. Нам нужно спросить себя, возможно, Анна заблуждалась? Возможно, Анна в Ветхом Завете не понимала, кто такой Бог? Возможно, у нее не было того же откровения и просветления, что есть у нас сегодня. Большинство из нас, но я имею в виду людей Божьих в целом, думают, что если происходит хорошее, это от Бога, а если плохое, то от дьявола. Именно так многие смотрят на жизнь. Но Анна смотрела иначе. Она говорила, «Если кому-то трудно, то это от Бога, а если кто-то успешен по жизни, это тоже от Бога». Поэтому нам нужно спросить себя, если происходит что-то плохое, это точно проделки дьявола? И это не имеет совсем никакого отношения к Богу. Или же, когда в нашей жизни происходит хорошее или плохое, нам лучше спрашивать Бога, «А что все это означает?» «Все, что происходит в моей жизни, мне нужно фильтровать через твои глаза и спрашивать, а что ты хочешь сделать в той или иной ситуации? И как ты хочешь, чтобы я реагировал на это? Потому что ты — Бог, и нет другого». Во Второзаконе, 4 главе, 39 стихе сказано, что ты — Бог, на небе вверху и на земле внизу. А Исаия сказал, «Я делаю мир и произвожу бедствие». И как евреи, верующие в Иешуа, я хочу сказать, что мы должны понять мысли Бога с помощью того, как думали о Боге авторы еврейской Библии. Они имели о нем более полное представление, чем многие из нас в современном мире. Когда в моей жизни происходит что-то плохое или что-то, что меня ранит, я не виню во всем этом дьяволу, потому что для меня Бог, он Бог всего. Да, это может быть и дьявол, но почему Бог допускает это? Какую цель Бог преследует во всем этом? Когда дьявол атаковал Иова, Бог позволил ему сделать это, и у Бога была своя цель в этом. Когда дьявол атаковал Иова, и Бог провел его через тот болезненный опыт, в конце Иов сказал, «Бог, до этого я знал тебя лишь поверхностно, но в этих трудностях я молился, пытаясь понять, что происходит. Я искал твое лицо посреди всего того замешательства, и теперь я знаю тебя по-настоящему». Он сказал, «Господь, до этого я слышал о тебе. Я верил в тебя, но теперь я знаю тебя». То есть у Бога была своя цель, когда он допустил те атаки в жизни Иова. Потери в его семье, здоровье и финансах были огромными. Я думаю, что нам с вами нужно вернуться к библейскому взгляду и перестать винить во всем плохом только дьявола. Когда Иисус стоял перед Пилатом, он был полностью спокоен. Пилата это даже испугало. Он спросил, «А что с тобой не так? Неужели ты не понимаешь, что я имею власть распять себя?» Я думаю, что Пилата просто трясло от злости, когда Иисус стоял перед ним совершенно спокойный. Или же, наоборот, он был совершенно обескуражен, а может, даже немного и боялся. Он был утвержден в Боге Всемогущем. Я говорю об Иисусе. И в нем не было ни тени страха. И Пилат просто не понимал, как этот человек может стоять перед ним с такой уверенностью. Пилат сказал, «Разве ты не знаешь, что у меня есть власть распять тебя? Неужели ты ничего не скажешь? Иисус ответил, «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Вы это слышали? Пилат отдал приказ о распятии Иисуса. И разве Иисус говорит, что это сделал дьявол? Мы знаем, что дьявол буквально вошел в Иуду Искариота и предал Иисуса. Но разве Иисус обвиняет в Своем распятии дьявола? Иисус говорит, «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Да, Иисус понимал, что дьявол взялся за него, но он не воспринимал дьявола как царствующего Господина. Иисус понимал, что дьявол может действовать только под властью Бога Отца. «И нам с вами так же». Нужно смотреть на свою жизнь и на обстоятельства этой жизни. Таким же образом. Да, дьявол иногда атакует, но мы должны перестать говорить. «Бог добрый, и он никогда не допустит, чтобы дьявол атаковал меня». Нет, мы должны говорить примерно так. «Господь, скажи, а почему так произошло? Почему ты это допустил? И какой урок я должен извлечь из этого?» Возможно, Бог допускает что-то плохое и позволяет дьяволу приносить боль в нашу жизнь, потому что он всего лишь навсего хочет укрепить нас. А скажите мне, как Иисус стал сильнее, сражаясь 40 дней с дьяволом в пустыне. Таким образом. Бог по Своей милости дал нам возможность прийти к Нему. Есть только один путь. И это Иисус. Большинство из нас никогда не видели, что находится внутри Скинии. Мы только читали об этом в книге «Исход», но здесь мы узнали об устройстве Скинии, что она символизировала. На самом деле, она указывала на Господа Иисуса Христа. Я очень рад, что мы смогли посеять в жизнь стольких пасторов. Дух Святой оказал на некоторых из них сильное влияние. Я думаю, что благодаря нашему визиту произойдут перемены, и эти люди больше не вернутся в то состояние, в котором они жили раньше. Я очень рада, что познакомилась сегодня с Равином Шнайдером. Он учил, а потом сказал, «Закройте глаза». Некоторые из вас что-то услышат, некоторые увидят видение. Я не успела еще закрыть глаза, как услышала голос Божий, который сказал, «Прими мир». Мне была нужна эта встреча с Богом. Мне казалось, что я уже выдохлась. И он объяснил мне, что это была встреча с Богом. Настоящая встреча с Богом. И она была мне так нужна. После этого я почувствовала такую легкость. Все времена были сняты. В Еврейской Библии мы видим более высокий взгляд на суверенность Бога, в отличие от слабой теологии современной церкви, которая отделяет Бога от всего плохого, что происходит в мире. Когда в мире происходят какие-то катастрофы, особенно в тех городах, которые полны половых извращений, тщеславия и других вещей, которые ставят себя выше познания Бога, когда происходит что-то подобное, то Боже упаси христианскому пророку сказать, что все это наказание от Бога. А если он осмеливается сделать это, то я видел, как вся церковь набрасывается на него, а также весь мир. Они говорят, «Вы слышали, что сказал этот узколобый и озлобленный христианин? Он говорит, что страдания людей в том городе — это Божье наказание». Поэтому христиане боятся говорить о том, что Бог может наказать что-то, но если мы приведем наш разум в соответствие со Словом Божьим, то нам придется признать, что Бог наказывает. Много раз мы видели, как Он наказывал людей. Содом и Гомора, или всемирный потоп во времена Ноя, или тот случай, когда Бог отверз землю и проглотил караха и остальных взбунтовавшихся против Божьих лидеров, или когда змеи кусали евреев и в итоге погибли тысячи людей, или когда израилетяне пошли на войну, но при этом не жили по Божьим заповедям, и Бог допустил, чтобы они погибли. Дорогие, нам нужно признать, что Бог действительно благой, и в Нем нет никакой тьмы, но то, что Он благой, не означает, что Он не может сделать или допустить что-то плохое. Бог может ради нашего же блага провести нас через болезненный период в жизни. Я видел многих людей, которые не жили для Бога, они были лишь номинальными верующими. Но вдруг в их жизни происходила какая-то трагедия. Может, это какая-то трагедия, касающаяся здоровья, или потери работы. Очень часто я видел, как в результате какой-то трагедии люди понимали свое бессилие и отдавали свою жизнь Богу. И эта трагедия становилась связующим звеном между ними и Богом. То же самое, правда и она с вами. Помните Иакова? Или, как его еще называют, Израиль? Потому что от него пошли 12 колен Израиля. Мы читаем историю об Иакове и о том, как он боролся с ангелом. Иаков назвал этого ангела «Божьим ангелом», потому что в конце этой истории он сказал «Я боролся с ангелом». «И ангел сказал Иакову», «Ты боролся с Богом и с человеком, и ты победил». Евреи думают иначе. Но я думаю, что тот ангел был самим Богом воплоти. То есть он пришел в наш мир, чтобы бороться с Иаковом. Библия говорит, что Иаков боролся с ним всю ночь. И в конце этой долгой борьбы Бог вывихнул Иакову один из его суставов. И Иаков до конца своих дней ходил при храмовое. Для меня это означает следующее. Когда Иаков боролся с Богом, и Бог сломал какую-то часть его тела, так что Иаков до конца своих дней хромал, чтобы Иакову стать отцом 12 колен Израиля, кстати, именно в этом эпизоде Бог изменил его имя на Израиль. Чтобы Иаков смог исполнить свое призвание и быть отцом 12 колен Израиля, ему нужно было хромать до конца своих дней, потому что хромота — это символ его слабости и упования на Хошема, на Бога Израиля. Он имел телесный недуг, и этот недуг был напоминанием о том, что ему нужно всегда держаться за Бога, чтобы быть сильным. Итак, почему же Бог вывихнул ему бедро? Потому что Бог менял его, чтобы он стал зависимым от него и стал отцом 12 колен Израиля. Поэтому давайте отойдем от этой поверхностной теологии, которая гласит, что Бог не несет ответственности ни за что плохое. Давайте признаем, что есть только один Бог, и Он не сидит на небе со связанными руками и не переживает, что же там происходит на земле. О нет, на земле Он такой же Бог, как и на небе. Ешо говорил, что даже воробей не падает на землю без ведома Отца. Поэтому давайте не смотреть на все, что происходит в нашей жизни, и говорить, что «Вот это дьявол». Дьявол, я связываю тебя. Нет, давайте спрашивать, «Боже, а что здесь происходит?» Помоги мне понять, что здесь происходит. Покажи мне свой взгляд на ситуацию. Если это означает связать дьявола, то сделайте это, но давайте стараться смотреть на все через призму Бога, Его глазами, и понимать, что в конце концов наш Бог суверенный. Надеюсь, вы это понимаете. Он – Адону-Лам, Хозяин Вселенной. И читая авторов Танаха или Ветхого Завета, мы видим, что они именно так воспринимали Бога, и Его действия в нашем мире. И Церковь должна вернуться к этой библейской реальности, библейской парадигме, и стараться смотреть на жизнь только через Божью призму, а не иметь двойственное представление о мире, где с одной стороны Бог, а с другой – дьявол. Они постоянно сражаются друг с другом. У Бога есть небольшое такое преимущество, и в конце Он победит, но может не сейчас. О нет, Бог царствует в небе и на земле. Мы продолжим читать Библию, и в восьмом стихе сказано, «И с прахом подъемлет Он бедного, избрение возвышает нищего, посаждаясь вельможами, и престол славы дает им в наследие». Меня очень цепляют эти славы, когда я вспоминаю, кто я и каким я был, когда Господь призывал меня. Даже если посмотреть на мой рост, то он всего лишь 167 сантиметров, но Бог спас меня. Он взял меня, больного и разбитого, спас меня от психического расстройства, принес стабильность в мою жизнь, благословил меня, дал мне прекрасную жену и детей. Бог с милостью велся надо мною. И вот что здесь написано, «И с праха подъемлет Он бедного, избрение возвышает нищего, посаждаясь вельможами, и престол славы дает им в наследие». И Ишуа сказал, что всякий, кто смирится, будет превознесен. Что значит смириться? Это означает положиться на Господа, а не на свои таланты, и не думать о себе выше, чем мы есть на самом деле. Это означает жить перед Господом в смирении и сокрушении, и осознавать, что без Него нас давно бы унесло ветром, и дьявол уничтожил бы нас. Что значит ходить в смирении? Это держаться за Богом и признавать, что без Него мы полностью уязвимы и одиноки. Если вы будете смиряться и сокрушаться перед Богом, но если вы будете полны раскаяния, то Он возвысит вас и почтит. Именно об этом здесь и говорит Анна. «Из праха поднимает Он бедного, избрение возвышает нищего, посаждаясь с вельможами, и престол славы дает им в наследие». А что такое «из праха»? Это значит «из грязи», буквально «из праха», «из пепла» Бог возвышает смиренных. Если мы с вами продолжим по-настоящему смиряться перед Богом в Духе Божьем, то я вам гарантирую, что мы будем возвеличены. Поэтому продолжайте расти в своей вере. Отойдите от мира и сфокусируйтесь на Иешуа, и Он обязательно возвысит вас. Анна говорит, что и взлеты, и падения от Господа. Господь определяет, кто будет богатым, а кто бедным. Она говорит, Господь делает нищим и обогащает. Он унижает, и Он же возвышает. Шалом. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение Своего Отца. Своего Отца. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Действительно ли Бог контролирует всё? В следующий раз на программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете правду о силе и суверенности Господа. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несёт Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всём мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка, Его Слова, которое живо и действенно, острее меча обоюда острова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию и Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на всё в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвование, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной карты позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступно на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. «Узнавая еврейского Иисуса»